Получилось, вроде бы начали здорово, не хватало, наверное, в первые 20-25 минут только гола. Наверное, во втором тайме отдали инициативу в последние 15 минут. Во втором тайме пропустили нелепый гол, не доиграли. Потом забили, и опять ошибка индивидуальная и командная, и мы пропускаем, теряем инициативу. Первый гол в матче, когда «Зенит» забил, как же вы позволили там человеку просочиться, пройти почти 40 метров? Да. Скорее всего, не разобрались, кто должен выдвигаться. Чуба не доиграл, Матвей пошел, тоже не сыграл. В итоге так получилось. Счет одинаковый у вас был, что со «Спартаком» 1-3, что сегодня 1-3. Как считаешь, сегодня положительных моментов было больше? Сегодня играли. Сначала с инициативой, опять же говорю, в первом тайме. Создавали моменты, где-то не хватило гола. Потом забрали опять инициативу после забитого гола. Опять нереализованный момент. В итоге вот мы получили. Сейчас пауза в чемпионате настает из-за сборов российских команд. Пойдет ли она вам на пользу? Мне кажется, да. Спасибо, удачи. Спасибо. Владимир Жариков, автор победного забитого мяча в ворота «Локомотива». Володь с победой и с результативным выходом на замену. Какой получилась эта игра? Я считаю, что в первом тайме «Локомотив» имел преимущество. Оно было большим за счет того, что соперник выходил из-под прессинга за счет коротких, средних передач. Нам это делать не удавалось особо. В первом тайме опять же мы играли больше выносами, забросами вперед. Но во втором тайме тренерский штаб сделал некоторые замены. Мы нашли в себе силы, мотивацию двигаться дальше. Поэтому смогли переломить ход встречи. Ты забил очень красивый гол. Как это было? Тебе противостоял не самый высокий, то есть не центральный защитник «Локомотива». Я попросил у нашего партнера Ильи Гучина передачу. Он мне вкатил мяч в дальнюю ногу. Я здорово поставил корпус. Это работа нападающего. Центральный нападающий должен иметь такие вещи, особенно имея мои габариты. Я развернулся и уже интуитивно ударил поворотом, находясь в штрафном площади. А ты в мини-футбол никогда не играл? Потому что в мини-футболе вот так играют нападающие, как их там называют, столбами. Я хочу передать привет и огромное спасибо моему тренеру прошлой команды Булугину Александру Вячеславовичу, который научил играть меня корпусом, научил пользоваться своими самыми сильными качествами. И я думаю, если бы я не приобрел этих навыков, то я бы забивал очень мало мячей благодаря работе корпусом. Помимо вот этих результативных замен, в том числе и твоей, за счет чего концовки проводите? Потому что с Астрогино тоже было 2-2 до поры до времени. Я считаю, что главный фактор это наша мотивация. Мы активно участвуем в чемпионской гонке. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что терять очки нельзя ни с какой командой. Мы хотим выигрывать, забивать, пропускать как можно мяч. И поэтому я считаю, что это плюс работы на тренировках усердная. Ну и Локомотив, наверное, сильно раздражит все-таки, а не действующие чемпионы ЮФЛ-2. Да, Локомотив это хорошая команда. Мы изучали, как они играют. Но в принципе мы готовимся к каждому сопернику одинаково. Хочу сказать спасибо сопернику за игру. Хорошая игра. Спасибо. Удачи. Андрей Почепцов, главный тренер Зенита в ЮФЛ-2. Андрей Викторович, встречу с Астрогино вы назвали романтичным детско-юношским футболом. Сегодня наблюдала совершенно другая картина. Больше шахмат и больше дисциплины. Да, я так согласен с этим с вами. Поэтому достаточно дисциплины у нас играли в обороне. Наверное, первые минут 20 соперник нас заставил даже сесть очень низко. Вот. Естественно, так бы играть не хотим. Но, в принципе, Локомотив хорошая команда. Поэтому нам было тяжело. Потом, ну, понемножку так, наверное, распрямились. Вот. И второй тайм уже был получше. Что помогло распрямиться? Ну, футболисты хорошо стали играть. Не то, что хорошо. Наверное, все-таки первый тайм очень много брака. Такого невынужденного спешка. Ну, наверное, чуть подуспокоились. Больше стало разумных действий. Поэтому, наверное, так. И забили. И плюс сработали замены. Двое отличились. Шикарные голы забили. Да. Володя Жариков у нас уже, как бы, там, третью или четвертую игру выходит на замену. И добавляет нам, так сказать, мощи там. Не забивает. Но, в общем-то, это его работа. Правда, у нас сейчас такой иногда бывает парадокс. Кто выходит в основном составе из центральных нападающих, тот не всегда забивает или играет чуть хуже. Ну, сегодня вроде оба сыграли. Неплохо, поэтому все нормально. Сквозная заявка в юношеской футбольной лиге и в молодежной футбольной лиге. Это, конечно, хорошо. Ребята у вас перетягивают иногда в ЮФЛ-1. Но вот сегодня такое ощущение, что Никита Базилевский не совсем в игру попал. Ну, вы знаете, он только после болезни пришел. То есть они вот, Лона и Гущин буквально перед этим неделю болели. То есть простудные заболевания. Поэтому скорее, ну, наверное, не успел набрать форму оптимальную. Спасибо, удачи. Евгений Ильичев, наставник локомотива в ЮФЛ-2. Евгений Андреевич, второй подряд поражения с одинаковым счетом 1-3. Видите ли вы в этой игре с «Зенитом» больше плюсов, чем было со «Спартаком» неделю назад? Ну, наверное, это две разные игры. Здесь мы провели неплохой первый тайм, где имели преимущество. Достаточно большое преимущество игровое. Второй тайм нам не удался. Допустили ошибки в обороне, чем, соответственно, соперник воспользовался. А фактор гола очень важен, когда встречаются примерно равные команды. Допустили больше ошибок, чем соперник, тем самым результат на табло. Мог расслабить команду быстрый ответный гол, потому что отыгрались достаточно быстро минут через 8? Ну, я не думаю, что вряд ли. Наверное, нет. Наоборот, мы после этого гола должны были действовать еще более собранно. Но получилось так, что пропустили второй и уже, наверное, где-то не смогли переломить, к сожалению. Возвращаясь к первому тайму, к очень смелой, открытой игре «Локомотива», у крайних защитников сегодня какая задача была? Потому что и Кардов играл высоко на чужой половине, и особенно с Золкин. Ну, прежде всего, как защитники у них оборонительные действия, в первую очередь, потом уже какие-то подключения в атаку. То есть, ну, мы просим, да, от них, чтобы они играли активно в атаку по ситуации, когда позволяет игровая ситуация подключаться. Но, к сожалению, эти подключения сегодня не принесли больших плодов нам в атаке. Александр Морозов и Станислав Политов. Вы обычно между ними выбираете в течение матча, одного меняете на другого. Соответственно, в последнее время у ребят не все получается. Не все получается. Будем работать дальше, исправлять ошибки и двигаться дальше. Спасибо, удачи!